Окончил театральный институт, факультет кино и телевидения. Мне понятны режиссёры, которые закончили институт Карпенко-Карова. Режиссёры, которые закончили институт Поплавского, у меня вызывают вопрос, не они даже, а вот как они могли пойти в этот институт, учиться, где заправляет всем Михаил Михайлович Поплавский, народный артист Украины, которые, на мой взгляд, это профанация культуры. То, что делает Михаил Михайлович, это профанация. Поэтому я однажды отказался идти преподавать в это заведение. Работа на телевидении. Ассистент режиссёра, второй режиссёр, режиссёр записи, режиссёр прямых эфиров, старшие смены выпускающих режиссёров. Работал практически во всех телевизионных жанрах, от новостей до больших шоу-программ. Параллельно снимался в кино и сериалах, более 30 ролей. 60 уже. 60. А есть ли у тебя амплуа в кино? Какое у меня может быть амплуа? У нас в кино людям с такой внешностью амплуа или бандит, или мент. Что, в принципе, в наше время одно и то же. А! У меня же уже новая роль. Я уже играю даже учителей физкультуры. Но всё равно где-то всё одно и то же. Ну это приблизительно, да, похоже. Видимо, тоже или бывший бандит. Можно было ещё учителя труда играть. Ещё пока нет. До этого я ещё не доработал, но вот уже поднялся до уровня учителей физкультуры. А, скажи сейчас, ну да. Ты уже практически ответил на мой вопрос. Я хотел спросить, а о чём же интересны те сериалы, в которых ты принимаешь участие? Ты уже на них ответил. Всё о том же, да. О чём снимают, о том и сериалы, и о бандитах. Писал сценарий и концепции телевизионных программ. Более года был ведущим рубрики в рамках передачи «Ранокс Интером». У тебя телевизор есть дома? Да. У меня три телевизора, из них один не работает. Ну а ты смотришь их? Конечно. Самая любимая передача – это с детьми посмотреть «Смешариков перед сном». Вот это самый лучший мультик. У меня мальчику 32 года, поэтому я с ним уже не смотрю. У меня мальчику 4, это как раз наш мультик. Да. Вот я как раз хотел спросить у тебя о состоянии дел в телевидении, которое ты делаешь. Как тебе оно устраивает, не устраивает? И какие проекты в телевидении Украины ты вообще можешь назвать высококачественными, высокохудожественными? Дело в том, что на телевидении я не работаю уже, получается, около двух лет. И, честно говоря, мне не очень тянет туда возвращаться. Вот не хочется. Это ты о состоянии телевидения отвечаешь? Фактически да, я ответил. Потому что то, что там сейчас происходит, меня не устраивает. Мне кажется… Кстати, об этом фильм «Реалити» мой, который я буду показывать 12 числа. Он еще… Это будет премьера или его уже показывали? Нет, он уже, слава богу, премьера была. Уже он на фестивалях поучаствовал. Там в Болгарии диплом получил, там в Мариуполе выиграл. То есть это уже фильм с историей. Но это фильм, который я снял именно под наплывом всех тех чувств, которые у меня вызывают современное телевидение. Когда технически проекты делаются хорошо, технически, но в них нет никакой души не заложено. Это проекты, которые должны вызывать элементарные эмоции у людей. И в итоге это все ведет к отуплению зрителя. Мне это не нравится, и участвовать в этом, честно говоря, не сильно хочется. Ну а есть ли хоть какие-то проекты в украинском телевидении, которые ты считаешь качественными? Ну такими, что их не стыдно смотреть? Например, из последних, который мне очень понравился, это на ICT вышел комедийный сериал с кечком «Путевая страна», который делает команда «Дизель» Николаев, КВНщики. Я в нем, правда, еще поснимался чуть-чуть, то есть еще изнутри посмотрел. Но объективно говоря, мне очень понравился юмор ребят, потому что у меня, честно говоря, комедий-клаб и все, что с ним связано, меня раздражает из-за своей пошлости. То есть они очень много вытягивают мерзкого. То есть юмор, который строится на гомосексуализме, на матерных словах, но меня он раздражает. В этой передаче ребята сделали очень классно, очень профессионально сделано. Это действительно смешно, и образы, которые они примеряют каждой серии по несколько друг на друга, они различные, и видно, что ребята очень сильные в актерском смысле. И в плане сценария там тоже очень классный сюжет. Я, кстати, недавно сходил на стендап-комеди, который делает Андрей Шабанов из просто радио одесского, вернее, киевского, он одессит. И я два раза сходил, это именно сходил на комедий-клаб Украина. Это все просто невыносимо. А вот этот шабановский стендап, в нем я услышал двух комиков. Один из города Вишневая, города-спутника киевского, и второй из Белоруссии. Во-первых, ни одного матерного слова, нет намеков на пошлость. И так все смешно. Смеялись по-настоящему. Ну, конечно, там были еще четыре или пять юмористов, кроме этих двоих. У тебя... Я посмотрел тизеры к фильмам «Странное чувство» и «Игра». «Странное чувство» — это промо-ролик, я бы сказал, а к игре, да, это тизер. Фильм «Странное чувство», на который ты собираешь деньги, ты предлагаешь людям заинтересованным в появлении фильма с вот таким сюжетом заплатить на какой-то счет и, собрав деньги, снять в кино. Уже не сработало. Не сработало, не получается. Собирали два месяца, к сожалению, там принцип такой, что если собирается заявленная сумма, то эти деньги переводятся на счет. Если нет, то возвращаются. А если нет, то они возвращаются людям. Ну, что, в принципе, меня и заинтересовало, потому что, как бы, ну, по-честному. К сожалению, сумма собрана не была, поэтому все средства вернулись людям. И мы опять ищем людей, которые бы могли инвестировать в этот проект, потому что фильм будет действительно классный. Он будет и интересный для зрителя, поскольку это триллер, и интересный для фестиваля, поскольку там все на психологии замешано, при этом концовка абсолютно неожиданная. То есть там, если ты видел промо-ролик, как бы обрывается на самом интересном месте, а заканчивается оно, ну, абсолютно не так, как ожидаешь. И в этом кайф. Ну, там, да все-таки, вот вопрос от нашей редакторской группы. Какие модели поиска денег на фильм ты считаешь наиболее эффективным? Ждать от государства, собирать деньги или искать спонсора? Ну, это интересная тема. От государства на самом деле деньги ждать можно. И, слава богу, сейчас государство деньги дает, и люди получают и снимают. Я это как бы вижу сам, поскольку участвую в этих всех питчингах государственных. Но, к сожалению, мне на этот счет не везет. Вот. Четыре раза я подавался уже, четыре раза пролетал. Поэтому, видимо, это не мой путь. Но другие получают, слава богу, и снимают, и я за них очень рад. Это вот реальный вариант возможный. Искать другими методами на самом деле сложно. К сожалению, у нас пока еще кинематограф, он вот именно сейчас находится в зачаточном состоянии. Я вижу, наблюдаю, что что-то начинает происходить. Да, да, да. Движение пошло, это радует. Но пока оно еще во что-то превратится, собьется в сметанку, пройдет довольно длительный период времени. Возможно, появятся и инвесторы, которые заинтересуются вкладывать в это деньги. Возможно, появятся продюсеры, которые будут уметь находить деньги не только у государства, но и брать у каких-то частных инвесторов. Но на это нужно время. Придется ждать, но при этом нужно что-то делать для того, чтобы вот этот процесс, движение в этом направлении не прекращалось. Кстати, то, что мы делаем 12 ноября, это как раз тоже возможность показать, что у нас это делается. У нас есть еще и комедийное кино. Потому что, кстати, интересный очень факт, когда я вот предлагаю простым зрителям прийти к нам 12 ноября на показ в короткометражных, я обычно начинаю словами, там, даю флайрочек, говорю, приходите, у нас 12 ноября будет показ украинских короткометражных. И вот на этом месте все люди, 70% людей делают так. Когда я заканчиваю фразу комедийных фильмов, все делают так. И вопрос, который они задают, а что такое есть? То есть у нас зритель к этому не готов. Он не верит в то, что украинское кино, оно может быть интересным, комедийным. Да вы что, как такое может быть? Наша задача убедить его в обратном. Ты часто, ну, в интервью я сегодня, когда шел на программу, поинтересовался тем, что ты думаешь, публично. Ты сказал о том, что народ устал от чернухи. Вот я посмотрел фильм, сегодня фильм «День независимости» Тони Ноябревой, посмотрел, почитал, о чем твой фильм. Муж тяжело болен, жена, чтобы найти деньги на лечение мужа, идет работать в стрип-клуб. Это же телеканал «Интер». На самом деле, в этом и прелесть, что это, ну, как сказать, обманка. То есть фильм начинается так, как должен начинаться классический фильм, который на фестивалях, в Каннах, допустим, получает приз, потому что тема женщины-проститутки, образно говоря, которая ухаживает за умирающим мужем, это тема «Вау, супер, номер один». Но в том-то и проблема, и прикол. «Вау, супер». Да, для них это то, что получат 100% на каком-то фестивале класса А-приз. Чем хуже, тем лучше. Но прикол в том, к сожалению, этого нет в промо-ролике, иначе я просто выдам это все. Прикол в том, что фильм не об этом. И финал полностью все переворачивает. Но для того, чтобы это понять, нужно кино показать. Когда ты его начинаешь смотреть с точки зрения, а, ну это, наверное, депрессуха, а в конце ты понимаешь, так это вообще не об этом. А вот фильм «Тони Ноябрева», я посмотрел его, прочитал комменты, люди смеются. Смеются. Я смотрю, да, это вроде очень похоже, но это такая же чернуха. Нет, я бы не сказал. Это, мне кажется, такое ироничное, самое ироничное кино. Будни киевской молодежи, такое в день независимости. Я не говорю, что это плохо, но я говорю, что в этом тоже особого позитива не найти. Толь, ну будем говорить честно, у нас как бы комедийный жанр, к сожалению, он фактически мертвый. Мы его как-то пытаемся расшевелить, но все равно, хотим мы того или нет, нам приходится, вот это не просто комедия ради смеха, это комедии, которые должны побуждать еще какие-то чувства. То есть просто снять фильм в американском стиле, да, когда там кто-то пукнул и посмеялся, как там, допустим, делают те же комедии. Мне лично неинтересно. Мне интересно, когда человек посмеется, а потом подумает, над чем же я смеюсь, над чем смеетесь, господа, над собой смеетесь. У Тони это кино, над которым я смеялся, мне было смешно. Но это кино, которое заставляет задуматься, елки, над чем же я смеюсь. Да, из Пирогова мы не вернемся. Из Пирогова мы точно не вернемся, нет, не вариант, из Пирогова мы не вернемся. Отлично парень сыграл. То же самое, можно сказать, и в моем реалити. Кино, которое смешно, да, смешно до какого-то момента, а концовка бьет по мозгам, я это вижу по реакции зала, я это слышу, когда зал на финальной фразе выдыхает. А тем не менее, есть фильмы другие, допустим, тот же «Жовтая квитка» для месье Бурьона, который не поднимает этих чернушных проблем, но они действительно смешные. Но зато там эти «Жигули», милиционер, который в этих «Жигулях», это... Ну, отлично. А в чем ты хочешь посмотреть? Да нет, это правильно. В сериале в каком-то криминальном, где милиционер ездит в «Лексусе»? Согласен, это жизненная, это правда жизни, но это же тоже чернуха. Да это не чернуха, но если с такой позиции подходить, то в принципе все чернуха. Поймал старик золотую рыбку. Чернуха, у него же невод грязный? Нет. У него невод чистый. Закинулся? В море, да, он вытащил золотую рыбку и говорит ей, а что рыбка, какие желания ты выполняешь? Она говорит, да любые, три. И выполняет желание, заканчивается все плохо. Чернух. Да, и там тоже чернух. В принципе, все построено на чернухе, от этого никуда не уйдешь. Ну ничего, Толь, мы это решим. Дай нам только развернуться, дай начать, дай показать, что есть такое, а постепенно, постепенно, постепенно. Я точно рекомендую вам пойти и посмотреть все эти фильмы, потому что каждый из них достоин внимания, и это действительно смешно. Вот то, что я сегодня смотрел, но там у меня есть какие-то вопросы к сленгу. Он не до конца точен. Не до конца. Ну я сейчас, это нужно разговаривать с Тоней. Но, к сожалению, она приболела сегодня, очень хотела, но... А ей бы до завтра вычухаться. Да, и тем не менее, посмотрите обязательно. В интернете, кажется, он есть. Ну сейчас мы его попросили пока что на время заблокировать, чтобы не портить зрителям аппетит. А как только пройдет показ, да, он опять появится. И можно посмотреть и Тонин, и Мой. Вот с другими, правда, Юры Ковалева, пирог, по-моему, нет в открытом доступе. И жевтой квитки тоже пока что нет. Да и хорошо, что нет. Все-таки люди... Ну, одно, и хорошо, и плохо. Потому что многие просто из-за лени своей не пойдут и потеряют возможность увидеть настоящее украинское короткометражное пока юмористическое кино, в котором есть юмор. Никто не может объяснить, что это за слово юмор. Что это такое, не объяснил еще никто. Но если у человека юмора нет, то говорят с ним плохо. Я напомню, что у меня программа новостей. И, возможно, у тебя, кроме того, что вы показываете фильм... Ну, кроме нашего показа, да. Но у меня такая глобальная новость. Я, конечно, бумажку не писал, не выбирал. У меня новость такая общекинематографически украинская, которая касается нашей осени, украинской, кинематографической, которая на самом деле меня очень радует. Ты наверняка знаешь, может быть, зрители знают, что у нас этой осенью в прокат вышло сразу четыре полнометражных украинских фильма. Это «Иван Сила», «Ломбард», «Вечное возвращение», «Параджанов». И фильмы все очень достойные. Я просто в восторге. Прости, что перебиваю. А почему, собственно, нет? Почему должно быть так, что украинское кино хуже российского? Чем украинец глупее русского? Нет, и американцы не глупее, никого не глупее. Просто не занимались этим. А занимались этим те люди, кремесленники какие-то, когда придет интеллект в кино, кино украинское не будет отличаться от американского, английского, французского, итальянского. Ну, молодцы. Ну, еще вот буквально через два дня будет премьера фильма «Тени незабытых предков» Любомира Левицкого. Посмотрим, очень жду, очень надеюсь и верю в него. Поэтому это очень радует. Пять полнометражных фильмов за осень. Ну, и плюс, конечно же, наш проект с короткометражками. Это, по-моему, победа. Вот то, что я видел из твоего творчества, говорит о том, что ты можешь. Я тебе желаю найти помощников, потому что в творчестве нужны помощники. Без этого никак. Одному не издюжить. Тогда спасибо. Спасибо. Был рад знакомству. Взаимно. Если больше ничего не хочешь сказать, тогда... А передать папе, маме привет? Можешь, можешь, конечно. Ну, тогда я передаю маме привет. Папе, к сожалению, не могу. Хотя, папа, если ты там видишь меня, привет тебе. Я тебя помню и люблю. Все. Спасибо.